Здравствуйте, Катя! Здравствуйте! Ну, поздравляю тебя с этой работой. Ты ее честно заслужила всем своим существованием. Ты у нас хорошая ученица, хорошая студентка в Кингсон-Институте. До этого в Вильямсе была. Помогаешь людям, и, в общем-то, это работа для тебя. Скажи, какой круг обязанностей у тебя, когда ты работаешь в студент-сервисе с офисером? В основном это все-таки помощь студентам. То есть я обязана всегда отвечать на их вопрос, какие бы они ни были по важности важные или неважные. Для меня они все должны быть важными. И даже если студент просит меня, как пройти на другую улицу, я все равно должна ему это помочь, уделить ему время. Но, опять же, все равно я не должна забывать о том, что у меня есть обязанности и посерьезнее. То есть это не просто ресепшн, что я здесь сижу, улыбаюсь студентам и помогаю им. А также я веду документацию, которая накладывает очень огромную ответственность на тебя, поэтому с ней нужно быть очень аккуратным. Кто тебе помог, чтобы научить тебя этой работе? Лариса. Лариса Сон, да? Лариса Сон, да. Замечательная девушка, которая умеет объяснять. И умеет, кстати, эту работу. Она сама недавно работала? В основном она сама ее делала, потому что, насколько я знаю, ей не особо помогали в этом. И все, что она знала, она читала сама. И все делала сама, и весь профессионализм, который у нее сейчас есть. А я, насколько я знаю, ее Мажена очень хвалит. Мажена не хвалит просто так, а только за дело. И, насколько я знаю, Лариса всего добилась этого сама. Да, в действительности, ну, Лариса и студентка очень хорошие, человек хороший и жесткий тоже. А вот, как и Мажена, кстати. Здесь, если ты не будешь жестким, то у тебя соберутся огромные папки, тебе будут приходить письма из эмиграции о том, что ты что-то не выполнил. Студенты будут ходить потерянные, потому что не будут знать, что им делать, куда переходить, и все остальное. Поэтому здесь нельзя быть не жесткой. Нужно улыбаться, но в то же время, если студент будет задавать тебе вопрос, на который ты не имеешь права ответить, то это лучше опустить. Как тебе руководство Mercury Colleges, ну, в принципе, Джекоб? Замечательно. Что же ты... На части либо хорошо, либо ничего. Но Джекоб хороший человек, и это очень хорошо, что с ним можно пойти и всегда обсудить в кабинете любые вопросы, которые у меня возникнут. У меня, естественно, есть непосредственный мой директор, это академик-менеджер Фариба. Но к Джекобу я тоже хожу, помимо Фарибы, чтобы выяснить более глобальные вопросы. И это очень хорошо, потому что он может помочь мне в любом вопросе, он компетентный. То есть, помогая студентам, ты можешь сказать, что... Можно сказать, что и когда приедут наши русские студенты, они не останутся брошенными, даже если здесь не будет Александра Петрова. Абсолютно. То есть, теперь у них уже кто-то есть. Абсолютно, потому что они всегда могут положиться на студент сервис, который, в принципе, и должен выполнять всю эту работу. Катя, как студентка, что ты считаешь для студентов важным в твоей работе, не только просто помощь, и что бы ты хотела такое сделать для наших студентов, чтобы привлечь их? Я буду привлекать, но что бы ты могла сделать, чтобы привлечь наших русских студентов? Ну, насколько я заметила, русские студенты, когда сюда приезжают, и, допустим, я заметила по большим колледжам, как Кэмбридж и Лоис, то они немножко чувствуют себя неудобно в том плане. Первое время, потому что они не понимают, куда они приехали. Из-за количества студентов русских или просто разных национальностей, они немного в шоке. Но со временем они привыкают, потому что они понимают, что они могут учить английский, но в то же время, когда у них недостаточно английский, они могут получить квалифицированную помощь или просто помощь на своем родном языке. Поэтому я бы, ну, не знаю, сказала бы, что главное им приезжать и учиться. Конечно, работа кому она нужна, тоже нужна, но главное здесь время уделять, чтобы учебе своей и добиваться целей. Не знаю, я ответила на вопрос или нет, или я обошла его. Нет, нет, ты ответила на нормальный вопрос. Я просто, наверное, научу тебя, но это не для русских студентов. Для русских студентов, конечно, я сам смогу открыть IBM, потому что мне подручнее тебя от этой работы не отрывать. Но когда иностранные студенты будут, то ты им будешь способна открыть IBM. Или вот что мне нравится. Вот, допустим, я перешла из ВВС в Кио Лай. Почему я не любила ВВС? Поэтому не просто из-за моих личных проблем, а из-за того, что, во-первых, я никогда не могла получить помощь ни от кого, ни от менеджера, ни от администратора, ни даже от директора. Лично я не могла получить. Не знаю, почему. С учителями я могла контактировать, но мне было почему-то тяжело. И я не могу сказать, что там было много студентов. Что я люблю. Я люблю, когда колледж живой. И что я могу сказать о Кио Лай, что там всегда происходит какая-то жизнь. Да, но это так и есть. Когда ты приезжаешь и видишь людей, которые бегают, учатся, что-то делают, что-то там переделывают. То это очень сильно настраивает на учебу. И вот даже из-за своих преподавателей, что сейчас могу сказать, да и за сам менеджмент Кио Лай, то я безумно довольна насчет них. Потому что для меня разница существенная. Я знаю много учатся в ВВС, они им довольны. Но я отношусь к тем людям, которым нравится движуха. В принципе, ты можешь это все сделать здесь, потому что в Меркури. Потому что у тебя, ну, ты, конечно, не владелец колледжа, ты не там крупный маркетинг-менеджер, но как раз у тебя находится ключевое место. То есть ты являешься центром коммуникации между мною, между студентами, между преподавателями, менеджерами, Джекобом и так далее. То есть большинству из нас удобнее общаться через тебя, а это делает твою позицию достаточно значимой. Естественно, потому что, допустим, вот если, как у меня, будущий студент про английских курсов, возникали вопросы, я сразу шла к вам. Хотя они к вам, в принципе, не были адресованы, они были довольно-таки мелкие, я их могла решить с ресепшн. Но когда подходишь на ресепшн, то в основном получаешь, вот даже по прошлой ССО, которая здесь сидела, у нее был стресс, у нее был стресс, ей надо было заниматься своим. Студентов она отправляла на следующий раз, приди на следующий день. Это Марьяне? Да, это то, что она делала в последние дни. Я, конечно, понимаю, она была в стрессе, но все равно студенты все теперь приходят заново ко мне и спрашивают те же вопросы, но не рассказывают историю заново, потому что они рассказали ее уже Марьяне. Поэтому, что будут делать студенты, это приходить ко мне, я могу сразу передать, или вообще не передавать вам, а сделать сразу им то, что им надо, переводы, все это, все, что состоит моя работа. Или же даже вот просто то, что уже не является моей работой, просто человеческое отношение, там, подсказать, что, куда пойти, куда отправить, что, то есть... Ты становишься правой рукой Джекоба и моей правой рукой. Да, я стою справа на клаве. Да, ладно, шутки на эту тему не будем. Не надо. Насчет правых рук. Катя, ты в жизни, вот ты заканчиваешь, закончишь КОИ, ладно, там, это не так все это сложно. Я много... Ну, как сказать не сложно. Не, я много учебного ведения. Она, конечно, не сложнее, чем... Она не так сложнее, как в университете Сиднея или как он там называется. Не, ну, учиться тяжело. Но все равно учебе надо, и делать время. Не так, как в нашей стране. Кстати, таки, имея информацию, которая у тебя есть по обучению в том же самом КОИ, да и в Вильямсе тоже, ты можешь в этом плане им помогать и, скажем так, это дополнительно, то есть, работать своего рода помощником по рекрутированию людей для того же КОИ. И, если честно, в КОИ я буду делать это с удовольствием, потому что от меня, скажем так, когда я об этом говорю, человеку сразу видно, что я об этом не просто рассказываю, а говорю, скажем так, в душе свой экспириенс рассказываю и все. А куда бы ты хотела расти? Ну, ты заканчиваешь КОИ, да? Ну, быть... То есть, заканчиваешь ты бакалавриат бизнеса. То есть, любая профессия в бизнесе, в менеджменте вообще тебе возможна. Куда бы ты... В какой области ты хотела бы работать? Ну, это определенно, что я буду расти выше, выше и выше. Ну, выше, ну, понятно. Премьер-министр Австралии, ну, до этого какие там этапы? Ну, определенно в большом офисе, но определенно администратская работа и повышает. Я пока ничего не могу сказать о своем будущем. Не хочу. Ну, естественно, я буду стремиться по карьерной лестнице. А не как, ну, это же, вечно, замуж-замуж. Не, ну, замуж тоже хорошо. Это вообще... Замуж не напасть, как говорится. Вот видишь, вот это самое главное. Учиться, учиться и двигаться вперед. А замуж, это все браки, это все дело постороннее и вообще это отлукало. Вот. В рамках Mercury, если бы тебе предложили, или KUI, тебе предложили бы по административной линии идти. У линии маркетинга, что, в принципе, тоже близко. Ты будешь получать образование маркетинг, маркетинг-сервис, вот эти вот все. Или student support, допустим, services, позицию. Куда бы ты хотела пойти все-таки? Есть ли в этой области? Потому что... Или преподавание, потому что, понимаешь, что... Я бы пошла в преподавание. Ты бы пошла в преподавание. То есть, если что, можно тебя считать кадровым, резервом для... Ну, в Mercury, KUI. Да. В принципе, можно. Ну вот. Что бы ты хотела пожелать ребятам, которые придут к нам учиться, в частности, в Mercury? Ну, во-первых, обязательно, чтобы они не пробовали ситуацию. Потому что каждый приехавший вновь человек, он просто теряется из-за... Извиняюсь, я не прошу. Просто теряется и начинает все сравнивать. У него такой конфьюжен бывает, что... О, боже, что я бросил? Ради чего я приехала? Ради какого-то английского? Нет. Нет, на самом деле, все-таки проходит этот период адаптации здесь довольно-таки тяжелый для многих, для большинства людей. То просто советую сразу концентрироваться на учебе, а не говорить, что... А, я могу прогуливать или что-то такое. Даже не думать об этом. Потому что лучше сначала распоставить цель себе здесь приехать и учиться. Значит, сначала выполни эту цель. Допустим, следующая у тебя цель пойти учиться либо дальше, либо пойти и попытать себя в работе, нормальной работе, на какую хватит смелости. И, то есть, достигать любой своей цели постепенно, а не охватывать все сразу. Иначе можешь тебе оказаться обратно на самолете домой. О, пожалуйста. Ну, Катюша, большое тебе спасибо. У нас теперь очень очаровательный... Очень-очень очаровательный Student Services Officer. Очень рад, что у вас с Джекобом хорошие рабочие отношения. Это мой друг. И я думаю, что для студентов будет большая честь и большое удовольствие прийти в Меркури и увидеть такого хорошего Student Services Officer. Спасибо. 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 Спасибо.